Алексей Копайгородский поздравил специалистов ресурсоснабжающих организаций курорта, вручил им грамоты, благодарственные письма и знаки отличия. Без каждого из вас, без ваших коллективов, в городе было бы всегда холодно, темно. Город большой и испытания серьезные, и катаклизмы, и природные возможности, и самое главное, большой туристический поток. И вы с этими делами все справляетесь. Очень здорово. И за это просто от всех нас спасибо. И сегодня мы поощрим тех людей, которые за это время отличились. Те люди, которые показали очень достойные результаты. Но этом останавливаться никогда не нужно. Глава курорта наградил 30 человек. Почетные грамоты и благодарственные письма получили сотрудники отраслевого департамента администрации, специалисты предприятий «Водоканал», «Сочи Теплоэнерго», «Водосток», «Сочи Света» и «Кубанинерго». Четверо награжденных удостоились знаков отличия за безупречную службу городу и за вклад в развитие Сочи. Алексей Копайгородский отметил, что ресурсоснабжающие организации курорта проводят масштабную работу по модернизации инфраструктуры, в частности, по обеспечению экологической безопасности. МУП «Водоканал» активно внедряет новые технологии. К примеру, на очистных сооружениях Бзугу установлены тонкослойные модули для улавливания частиц во вторичных отстойниках. По словам директора предприятия, конструкция модулей позволяет значительно улучшить систему очистки стоков, при этом не навредив природе. Это и запуск водозабора «Бешенка», который, в принципе, сейчас решил проблему с водой в поселке Красная Поляна. Та же самая сушка и его осадка – это такой же неотъемлемый комплекс, цикл, который позволяет беречь экологию и, соответственно, улучшать инфраструктуру города. Также мы сейчас занимаемся разработкой проектов для строительства очистных сооружений, особенно в Лазаревском районе, реконструировать те очистные сооружения, которые существуют, и, соответственно, построить новые очистные сооружения. Технологическое перевооружение продолжается и на других предприятиях. Одним из важнейших итогов прошлого года для Кубаниэнерго стало создание интеллектуальной системы учета. Около 100 тысяч потребителей бесплатно получили умные счетчики. У горожан появилась возможность экономить, а у специалистов – отслеживать надежность и качество электроснабжения. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, телекомпания ФКТ.